Валяется в общем, а потом начать. А это не все. Семья была. Я даже читать не умею. Поехали. Маленькую такую. Маленькую. Но старик загадал всего лишь корыто. Мы узнам не твоё корыто ДБ. А там рыбка. Прям на табле. Оплачивайте покупки. Нравится? Чернякова. Снова будет в описании. И вот старик сидит с рыбкой. Кайф. Следующему участку. Я расскажу. Девушка Маркуша. У неё был муж, который работал на заводе. Сексом она занималась только смелой. Но вечерами она любила контакт с человеком и тянем. Они её распредмощали. Кайф. И не хотели. Ай! 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 Типичная ситуация. Кайф. Ай! Короче, была какая-то немпоманка. Которая там... Любила там... Музызянами, и не только, что там, сабок какой-то. Муж работал. Да нет, муж все рассказывал. Муж, говорит, приходил ее к своей бригаде и, как говорит, предлагал, мужики, воскрески сегодня, пожалуйста. Ну я как понял, я вот эту картинку что-то говорю. Да никакой стойки. Браво. Попрошу всех восстановить. Мне прям читать надо? Если я не умею читать. Тогда следующим приумелось много. Надо читать? Нет, читать не умею. Давайте я прочитаю, я вам не буду читать. Упражнение Марфуша. Цель. Упражнение. Да, не считай, но не ставь точки. Марфуша была примерной девушкой. Она работала на заводе, как и все, ходила на демонстрации. Продукты покупала только в магазинах. Сексом занималась исключительно с мужем и только по пятницам. Однажды она пошла в лес и встретила там НВО. И с тех пор у нее стало все никакой людей. Работу уволилась, дома стала устраивать демонстрации. Продукты покупала на рынках. А в сексе занималась с кем угодно, где попала. Какой кошмар. Дали участнику предсказать. Сегодня был целый день оратор феста. И я вечером уже в 21.47 иду на метро. Еду в центр, чтобы встретиться с латиносами. Меня спонтанно пригласили люди, которых я не знаю. Чей-нибудь человек вам сказал, что там еще будет в этом баре бургиной латиносы. Латиносы, вот, и латинцы. Синамеркансы, окей. А я иду. Короче, это было уже не разум, потому что я думаю, что я еще проведу дома. Короче, сегодня целый день на фестивале были. Короче, да, я сидя на районе, и иду голосовать. Я думала, можно проголосовать где угодно. Поэтому... Поэтому 17-го часа я приехала. Точнее, ну, да, сегодня ночью я приехала на район. И я уже поняли, чтобы сходить на голосовый участок, потому что я думала, что можно около дома. Но около моего дома не было близко, не все. Вот идешь по тем же местам, где ходила очень много лет, потому что я во этой дороге ходила в школу. И понимаешь, что ты идешь по этой дороге, а ты уже другой. Все уже по-другому. Ну, это было же показать. Короче, я тут ходила всю свою жизнь просто. Ну, не знаю, сейчас у меня нет ощущения, что я попала обратно. У меня раньше очень было такое, что, допустим, я жила в Сочи полгода, приезжаю обратно к родителям, или когда, в принципе, у родителей ночью. Сегодня такого не было, потому что я диван не раскладывала, и немножко другие ощущения были. Раскладываю диван, да, и сплю на нем, просыпаюсь утром. Я как будто попала в прошлое, но сегодня у меня не было то ощущение, что я попала в прошлое, что там, ну, каких-то и мыслей не было таких. Что, типа, знаете, я изменилась, а я открыла глаза, у меня опять то же самое, что там несколько лет назад я вижу. Даже сейчас иду по дороге. Не знаю, просто уже привыкла к этим энергиям. В этом районе такие другие энергии, отличающиеся от моего района, где я сейчас живу. Ну, я рада, что я живу там, где я живу. Сейчас иду, и нету какого-то ощущения, что я попала в прошлое. Просто иду там, где я сейчас уже не хожу. Как бы, не знаю, просто необычно там все видеть такие прям высокие дома. Вот рядом с тем местом, где я живу, нет таких высоких домов. Мне довольно-таки необычно. Ну, вот, короче, не знаю каких-то сожалений, и флужбеков нету, к счастью, в этот раз. Давно тут не ходила прям. Вообще год. Ну, я понимаю, что жизнь уже другая. Как было раньше, уже не будет. Будет только лучше. Сейчас уже хорошо. Кстати, уже взяла кольцо, которое мне дарил Вова такое прикольное Dream. Единственное, я хотела его носить на безымянном пальце, но до идеи оно у меня стало большое. Да, мне приходится носить непонятно где. Встретились с учительной историей, как обычно на Комсомольске, как два года назад. Жизнь поменялась, все поменялось. Вот сейчас мы у него в центр. Какой вот он? Dead inside. Короче, прикиньте, друзья, вот эти перчатки, которые мне дала Вова, я школу уже не закачивала со своими одноклассниками, они ему подарили вот эти перчатки, и я в них хожу, я узнала только об этом, что это подарили мои одноклассники бывшие. Привет вам. У вас есть? У нас есть настроение? Нет. Нет, почему? Она просто подошла девушка и сказала, что она нас видел на ютубе. Это очень мило. Ой, хорошо-то как-как хорошо. Ой, хорошо-то как-как хорошо. Да, Китти-Китти? Бить, блюда. Просто божественно. По лесу вообще супер. Соединяемся с природой. Уважаемые пассажиры, пути взаимодействия принадлежит. Ну что, нагулялись, приехали на наш район уже. Ну как, уже, там, пометка про аргентинцев. Очень сложно строить с человеком для напоследеления, потому что вечно нет времени. Мы уже с аргентинцем две недели не виделись. Ну, и не виделись, и на следующей неделе мы тоже не увидимся в целом, как бы. Ну, вроде, на следующей неделе диспанский язык, поэтому, возможно, он придет. А я, наверное, буду не одна, я даже буду сферы. Подумаем, посмотрим. Несешь опять. Просто комментарий, мамы, что ты несешь опять? Смотри, с участием позиции. Ну, смотри, там луна, она за мной. Видишь, вот там вот луна. Вот тут вот луна. Не луна. А что это? За ракетой подать. Не, за рука. Луна. Рука, да. Это рука. Это так странно, что вот я сегодня была у родителей, и я, знаете, сейчас как будто бы вернулась, не знаю, из другого города приехала обратно, не знаю. Вот реально как будто бы мои родители, и я живу в другом городе, и такое ощущение, как будто мы живем в разных городах, я не знаю, почему такое ощущение сложилось. Такой, знаю, сегодня закатик. Прекрасный. С аргентинцем все сложно. Это тот человек, с которым я чувствую себя дома. Я не знаю, почему я так чувствую, ни с кем никогда так не чувствовала. Я сейчас такой улыбкой говорю, но что-то этой ночью меня накрыло, и я такая, блин, потому что я общалась с людьми, с которыми я не чувствую себя так. И я просто стараюсь не фокусироваться на этом, потому что это просто какое-то издевательство, это просто не взаимоотношение, просто издевательство какое-то, если честно. Я понимаю, что человек, ну, может быть, не хочет это делать, ну, как бы, что у него реально нет времени, что там, не знаю, еще что-то. Мы далеко живем, я его написала. Нет, я понимаю, что 20 километров это далеко, но мы живем в одном городе, мы живем в одном городе. Ну, типа, в принципе, ему не так далеко ехать, как, ну, и мне до него, допустим, не так далеко ехать, потому что на метро, а потом на автобусе, вот, поэтому, как бы, не знаю, в чем проблема. Проблема в том, что вот эти взаимоотношения проверяют меня, просто по всем фронтам проверяют меня, я не понимала, что если я продолжу действовать в том же ключе, что я действовала, ничего не изменится, поэтому нужно брать себя в руки и менять свое отношение к этому всему, к тому, что происходит. Ну, вы согласитесь со мной, что если человек действительно хочет встретиться, общаться, то он делает все, чтобы это сделать, и он отложит все дела. Наивно верить в эти слова, что у человека нет времени. Наивно. Поэтому я не верю этим словам. Я думаю, что это такое? За счетом того, что я вчера поспала три часа, я почему-то сегодня встала в девять, точнее я проснулась в девять, и как бы я наносится восемь с половиной часов где-то поспала, потом я уснула, проснулась опять во сколько-то, и вот сейчас я третий раз проснулась уже как бы двенадцать часов, одиннадцать часов спала, что ли? Вот раз где-то в час соснула, ну да, всем доброе утро, я сейчас как будто бы я слишком много поспала, не знаю. На самом деле, я порой уделяюсь добротой иностранцев, что они какие-то люди, что с ними получается более особенное общение, и, ну, реально, не так, как с людьми, с которыми я общалась всегда всю жизнь, я вот общаюсь, и я чувствую, что это новое, и это очень необычно. Прям очень плохо. У нас пора забывать, что-то будем делать. А че? Ну, по-не захвату. Там у нас пусляные стороны там все-то сал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пути надо здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Песня. Короче, рекламную движуху делаем У меня есть неделя, чтобы все сделать Я уже что-то запарилась Потому что я неправильно поняла Я не вчитывалась в условия Я так их быстро прочитала Неправильно поняла Все, отсылаю менеджеру неправильно Ой, я такая, господи, простите Надеюсь, ничего страшного Это не слишком, типа Потому что нужно было сделать одно Я делаю другое Вообще неправильно все поняла И, короче, такой сюр просто Сегодня встречаемся с Лерой Идем в библиотеку Вы, смотри, не заходите На самом деле, она Слава, ну потом она Я смотрела на нас Там написано удовольствие А, блядь, я как обычно в этим Ерунда Побежали Посмеялись на мая А потом сказали, что молодцы Какая-то правда Благодарю, не знаю Больше Нет, нам нужно что-то связать До свидания Геннер 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 нихт Да? И ихт Геннер Ихть Нихт Нихт Ну, я пришел, да? Давай Черкаш Черкаш не переводится на немецкий Даже Пушкин Напиши А как будет Вова? Вова 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 Лера Позже не видела Вова У меня не позже Но мы вышли после немецкого Ван Вайн Полье Вайн На немецком Сейчас осталось, но сейчас цельнее еще сходить А куда ты идешь? Ну что ж, 20-е, по-моему, сегодня, если не ошибаюсь 20-е марта, да, сегодня И через месяц, день рождения Я, петушок Я не ожидала Что, как бы, вот уже все Ну вот и все Мне 20 лет А, будет Вот, да, уже недавно проснулась Мне сейчас сегодня Даня Гучков Ай Осень какие-то странные сны На сегодня я умею на французский Пяти часа вечера Нужно пятьдесят слов Выписать На французском Пока что из всех языков, которые я изучала У него все нравятся испанский и португальский Но порой я путаюсь между ними О, май гаш Мне приходится вспоминать, что к чему относятся Но это такие самые прикольные языки Потому что они просто как текучая река И когда ты слушаешь носители Там просто Ну, я даже читаю довольно-таки неплохо на этих языках Тарадар, тарадар, тарадар Короче, она очень так классно звучит В отличие от других языков Китайский хабо язык Не очень Оделась, как, кстати, герл Такие у меня штаны Они там, конечно, немножко грязные Но даже эта грязь отпадает Так что все хорошо Такой вот кроп-топ белый Очень прикольный Лера угарала, что он просвечивает Но, как бы, они пофиг У меня лежат носки Мамы, мне их сказала вообще выкинуть Ну, не знаю, как-то вещи выкидывать Странно, да? Оделась Такая набрызгалась духами И все Такая эстетик герл Идет на завтрак в кафе Вот Я подумала, что я сегодня возьму именно завтрак Из меню завтраков Оно там, конечно, специфичное Но, типа, взять его Ну, посмотрим Подумаю еще И пойду туда так же, чтобы Ну, в кафе В ресторан Если бы, точнее, чтобы поработать Мне нужно выписать Делать домашний задание по-французскому Если я родила на французский Выписать 50 слов Французских Самых часто используемых Найти их, выписать Также мне нужно сделать по работе Вроде Ничего сложного Но Что-то я загналась жестко Типа Мне нужно выбрать видео Которое я буду монтировать И также два видео загрузить Через версию Да По проекту И также Что потом Мне нужно будет Продолжить проходить курс И Уже после ресторана Я пойду Заберу Вещи Которые мне прислали на обзор Ну и, наверное, да Я еще зайду Скорее всего в магазин Куплю еды Так что вот такой вот план Надеюсь, все будет хорошо Чтобы вы понимали Сейчас 12.40 Это у меня будет как бы Завтрак Тире обед И Потом У меня остается Я не знаю сколько часов Потому что в 4 нам уже нужно выходить Короче, времени Что-то мало Утром я послала дневник Собопрограммирования И личный дневник Вот туда ушло время Еды дома нету За что? Сыр только И что-то по мелочи Сейчас у меня по работам Три проекта Это одежда Еще одежда И Приложение Сейчас я Вот с тобой Пробежу 50 слов Решила разогнаться с этого Я Не знаю, наверное Либо буду учиться Либо делать по работе Не знаю Для меня по работе Это сейчас самое-самое сложное Потому что Чувствую какую-то ответственность За то, что я Делаю За то, что я буду делать И не хочется Накосячить И хочется сделать Все с самого лучшим образом Магазин сходила В ресторан Две дневники Просто сходила И получается Хотела забрать Товары, которые Мне на обзор Послали Но я сегодня Уже не успела Снять при свете дня Поэтому Наверное Завтра заберу Весна Весна Вот тут вроде чисто Но порой Как бы бывает Вот такое В некоторых участках И поэтому Омышь выглядит Примерно так Да Я приезжаю домой Просто вот такая Типа Просто Ложусь И все хорошо Вот Стоать Омышь Все, мы сейчас Натаки Франциско Типа Омн Франциско Конечно Не можем 350 Мут Пам На Типа Шус, вещь, вещь, майн, рука, аллорс, парли, говори, надо, это о, и, и, р, у, а, две лы, нет, о, это о, не, р, о, не, р, а как это читается? Фалух, это что как переводит? надо, надо. Хорошо, я просто, чтобы быстро проскочить и это не работает. Х melon. К PLAYTU. Q. Q. Q2. Wines. Вем. Вем. Мер. 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 Рендер. Рендер. Веситер. Видит. Visит. Ле Мойс. Ле Мойс. Ле Мойс. Прочай. 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 Пор. Те. Монтре. Мэс. Эн дроц. Эндроц. Эндроц. Преферес. Пор. Аааа. Боже. Какой-то. Я люблю. Это не английский Я как на английском могу До скорого Целую Обнимаю Целую Пока не знаю На сайте посмотрим Вечерний влог В общем он На сайте Мы теперь в интернете Да Я это выложу еще в группу Привет Почему не передаем привет Тебя сначала добавить куда нужно Понятно Это видео блог Просто красиво Да, классно Все Сегодня у нас день просто на богатым Во-первых я сегодня сходила в ресторан поела Пообедала, позавтракала, я не знаю как это назвать можно Потом мы с Лерой ехали на такси до библиотеки Потом после библиотеки мы с Лерой и еще один чувак Который с нами был на французском Мы пошли в ресторан в центре города Поужинали там Ну и обратно на метро Но блин Сегодня в свою ночь вот такие Были ночные новые энергии Я вообще прям на новой энергии проснулась Реально И день просто проходит В наиболее лучшей версии И чем обычно он проходит Вот Занимаюсь сегодня на классной энергии Своей любимой работой И наконец-таки появилась энергия силы работать Вот Вообще просто божественно Сегодня не могла уснуть Потом проснулась 11 Да блин Там Цифры красивые Иду кушать, короче Да, второй день по графу зайду в кафе Собрала тут с собой рюкзак совсем И Топы Доброе утро Сходила в душ Пишу дневник с вам программирования Вспомнила такую историю, которую я вам не рассказывала То, что Знакомая моих знакомых С которой я даже вообще не знакома Но она с одного города со мной Там Очень настойчиво в личке у меня просила Кое-что сделать просто так Ну, типа Репостнуть что-то там Что-то типа того И Я, конечно, все понимаю Одно дело Если бы это была моя знакомая Окей Но здесь человек просто хочет меня использовать С ее невыгодой Потому что этот человек понимает Что я медийный человек У меня В В Вконтакте И подписчики и друзья В плане Я имею ввиду Ну Очень Их больше, чем у нее Допустим Да И то, что Ну, типа я Более медийный Чем она И она просто так хочет попросить меня Что-то сделать При том, что Ну, я типа сотрудничаю Я делаю рекламу Но я это делаю за деньги За деньги Я не делаю это просто потому Что ты У меня в друзьях Ты знакомая знакомых Я даже с тобой не знакома Ну, короче Это очень странно Она мне очень настойчиво в личку писала Но Я в личке Общаюсь только со своими Друзьями Вконтакте Вот Пожалуйста, не пишите мне У меня там 200 сообщений Можете, конечно, написать мнение ваше В комментариях По этому поводу Потому что я действительно считаю Что, ну, как бы Мое время Деньги, мой труд Это деньги И все то, что я, как бы Заработала в медийной сфере Это тоже Мой труд Который должен оплачиваться И просто так Что-то делать Тем более незнакомому человеку Это очень странно Я не знаю, что произошло Просто танцевала тренд Вот этот сабвейсерф И мне просто В конце танца Выстрелила в шею И она отдаёт так В голову Ну, у меня такое было Когда танцем не занималась Ну, что-то подобное Знаете У меня сейчас Чувствуют Выключаясь головы Когда на мероприятии На испанском языке Я сегодня иду Да Будет возможно Мой тренд Как раз Она уже такая Постирала все Вчера Всю свою одежду Я образовалась руками Дву почистила Даже Ниткой Почистила Вот Иду Даже Даже Обувь, которую я не мыла целую неделю Я вот ее помыла И все Иду Ну, будет он или нет Сегодня это 50 и 50 Потому что Я не знаю Это я уже Четвертый раз В свою жизнь Думаю испанский Знаю, какой-нибудь легослов Вот недавно еще Получила Целое предложение Кетерас енда амордальне вида Ну, короче, не знаю Надеюсь, все будет хорошо Ну, как обычно Там всегда все хорошо Не знаю, пойдет ли мой краш Даже не знаю Самое интересное Какой сюрприз сейчас для меня Солнце светит Птички поют Лучно наступает И я иду просто счастливая Просто улыбаюсь Потому что Не знаю, все хорошо Все прекрасно Приграничными веками А, приграничными веками Да, претензии Конфликт Не знаю, это не нравится Не знаю, все Все просто Не знаю 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 С иностранцами и русскими все они очень хорошо посидели, мы потом сидели сначала все вместе, там нас очень много было, вообще на занятиях было 27 человек, потом мы пошли в Польбекеры, после этого мы гуляли с частью людей, и после этого мы пошли в Пиццами еще вечером, и вот сейчас уже посидим тут вроде, и я приехала уже виду по своему району, и тут идут три мальчика, мужчины, я не знаю, ну как, наверное, как я, либо помладше, говорят, и я слышу просто часть разговора, какой-то чувак, либо испанец, либо итальянец, Короче, она так угарала, типа потому что сейчас мы общались с людьми, которые на испанском говорят, они не испанцы, но они говорят на испанском, и это очень весело Как вы думаете, пришел ли мой краш? Конечно же, нет, мы с ними виделись уже три недели, и я не знаю, когда мы увидимся в следующий раз, но типа это серьезно, это просто какое-то издевательство, он реально издевается надо мной, и я не знаю, намеренно это или нет, но реально, я считаю, если ты действительно хочешь уйти, с человеком, ты найдешь время, и это правда, это правда, которую я проходила сама, которую я видела в других людей, то есть когда я хотела строить отношения с одним человеком, мне было тогда еще 17 лет, и он все время говорил, У меня обидно, что я занят, и он реально был занят, типа когда я с ним жила несколько дней, он реально был занятым человеком, но спустя время у него вдруг появилось время на девушку, съездить с ним в отпуск появилось время, и так далее, то есть, на меня времени тогда не нашлось, то есть, ну как бы, блин, тут все понятно, но это такой трэш, потому что в какие-то моменты я чувствовала себя в этой компании, мы довольно-таки нормально погуляли, но это не какое-то вот реально наслаждение, когда я с моим аргентинским другом, с которым мы виделись два раза, Ну вот такое ощущение, как будто мы знакомы с ним всю жизнь, но у него нет времени на меня, типа у него нет времени, чтобы встретиться, нет времени, чтобы общаться, нет времени, чтобы переписываться, и, блин, честно, я реально говорю, что это тот человек, с которым я, ну не было такого еще человека, не было еще такого человека в жизни, с которым мне было настолько хорошо, и я не понимаю, почему, почему это так, и сегодня, да, когда я пришла, я, ну, очень ждала, что он придет, но он не пришел, И я чувствовала себя не так хорошо, когда он был в прошлый раз И даже в какой-то момент я просто начала об этом думать О том, что я не знаю, почему мне так с этим человеком хорошо Именно с этим человеком ни с кем так хорошо не было, как с ним Просто с ним я чувствую себя дома Это реально такое странное ощущение, что даже сейчас я не чувствую себя дома А с ним это какие-то непонятные, невероятные просто чувства И это хорошие чувства Но только тогда, когда вы можете общаться Когда ты можешь чувствовать эти чувства А когда ты не видишь человека, и ты понимаешь, что вот у тебя был дом И вопросов сейчас нету рядом Короче, очень странно объясняю, но Это просто ужасно, когда ты не можешь с человеком общаться Я ему говорила, что мне кажется, что тебе без разницы на меня Он говорит, нет, у меня просто нет времени У меня много дел Я не могу перестать заниматься своими делами Это не значит, что мне на тебя пофиг И я такая На испанском реально я задумалась, вспомнила про этого человека Вспомнила, как мне было с ним хорошо И у меня просто на испанском начали течь слезы Я просто, ну... Слезы сами начали литься И я еле-еле как убрала Чтобы, знаете, ну типа, ну... Это очень странно, когда все хорошо, на уроке ты сидишь И у тебя просто начинают слезы Ну типа, для остальных людей это абсолютно непонятно Потом, когда мы все пошли в кафешку, я тоже себя очень некомфортно чувствовала Но потом вроде разобщалась Но, блин, я так хотела, чтобы он просто в тот момент был со мной Потому что с такой его коннекта я ни с кем никогда в жизни не чувствовала Но у как-то все так разворачивается, что мы с друг другом не общаемся И то, что он не проявляет никакой инициативы Знаете, что еще вчера было? Когда я пришла на занятия по испанскому реанализационной И села женщина, девушка И она какая-то говорит А ты же блогер? Я такая Да Короче, и тут меня узнали На испанском Это очень необычно И прикольно Похоже, меня заблокировал ватсапе Бруно Бест Он мне ответил А когда я ему зашла буквально через минуту отвечать У него нету аватарки Мои сообщения, типа, не доходят Но это выглядит реально, как будто меня заблокировал Честно говоря, не знаю, это было очень неожиданно Потому что он мне даже, как бы, задал вопрос Это вышло случайно Я просто сказала Мне что-то плохо морально Ну, я имела в виду морально, просто сказала, что вот Ну, типа, Сири просто очень жаль Тогда просто разрешила себе поплакать В воскресенье Типа, я Сегодня Мне вроде хотелось плавать, но я просто не могла начать И сейчас я начала И просто оброжаю все эти эмоции Того, что реально Бывают такие дни, такие моменты Когда я чувствую себя Абсолютно никому не нужны человеком Я чувствую себя ужасно одинок Я просто задумываюсь о том, что Если люди какие-то хотят со мной общаться То для меня это так странно становится Потому что я думаю, блин, почему они хотят со мной общаться? Я же вообще не достойна того, что вы вообще не общались со мной Я же какой-то такой, не такой человек Что вы со мной хотели общаться Для меня очень важно, что в отношениях человек восхищался мной Потому что Я такой человек, я нарцисс, не знаю Мне просто это очень важно И именно искренне восхищались мной И очень много людей в этом мире восхищаются мной То есть, типа, их реально предостаточно Но обязательно Лене Нифонтовой найти людей, которые ко мне будут относиться к полнейшему говну Которые не будут меня уважать Которые не будут меня вообще ни за что считать Никак принимать Найти именно этих людей Начать именно с ними общаться И потом, когда они вот так вот поступают Что меня-то, конечно же, трогало Типа, нет Общаться с людьми, которые к тебе хорошо относятся Которые тобой восхищаются Которые вкладываются в общение Нет Зачем? Если можно, конечно, общаться с такими людьми Которые тебе будут просто Субтитры делал DimaTorzok